Всем привет и добро пожаловать на мой канал! И сегодня мы с вами будем тестировать новинки косметики. Вообще на рынке новинки косметики для меня. И это будет по сути бюджетная косметика. Мы рассмотрим с вами Faberlic. Их новиночки. Это, кстати, серия Very Blossom. Мы обязательно все нанесем на себя. Вернее, я нанесу на себя. И она уже у меня на лице. Это будет Evelyn. Это будет белорусская косметика. В общем, здесь передо мной много чего лежит. Так что давайте мы скорее приступим. Я вам все покажу на себе. Поделюсь своим мнением. Что-то я буду наносить первый раз. Чем-то я уже пользуюсь. И уже прям такое сложившееся мнение. Давайте приступать. Конечно же в этом видео я вам буду показывать не только новиночки. Ну и то, что у меня уже есть. И что мне будет помогать. Я хочу сегодня сделать себе такую сияющую подложку. Поэтому возьму сияющую базу. Не забывайте заглядывать в инфобок. Стоит на вся информация, что я использую, есть. Итак, BB сияющая база под макияж. Я ее буду наносить. Обычно наношу руками. Я ее уже сболтала. Она немножко дает такое серебряное подсвечивание. Но сейчас я ее нанесу. Возьму вот такую какую-нибудь синтетическую кисть. И нанесу. Такая база будет хороша с очень матирующим и плотным тоном. Как мне кажется. Потому что в ней есть масла. Она сияющая. И за счет того, что здесь есть такие частички сверкающие, переливающиеся. Вот видно в принципе. И за счет того, что здесь все же есть масло. Потому что она ощущается прям немножко такое масляное на лице. И следующее, что мне не терпится. И для меня новинка. Это во-первых спонжик от Faberlic. Который я взяла. Я его уже намочила. В таком виде он находился в такой коробочке. Я кажется снимала превьюшку. И он не в два раза меньше. Но тем не менее был меньше. Я его намочила, выжила. И конечно это честно говоря. Я не знаю как он сейчас будет наносить. Но это не реал техник по ощущениям. То есть он не настолько мягкий. Но посмотрим. Следующее, что мне безумно хотелось попробовать. Это тональный крем. Их новинка. Тоже Faberlic. Very Blossom. И здесь SPF 15. И указано, что здесь просто полное покрытие. Свежий естественный вид. Но давайте с вами посмотрим. Гиалуроновая кислота. Ровный цвет лица. Я думаю, что вы видите. У меня вот здесь появились опять какие-то пигментные пятна. Проявляется мое из прошлого года. Вот здесь пигментное пятно. Ну в общем такая хорошая. Будет сравнительная. Давайте на одну сторону я нанесу. Мне сейчас мне больше всего интересно. Как будет выглядеть. Вернее как будет наносить спонж. Здесь вот такой вот носик. И надеюсь, что это был самый светлый цвет. Он мне подойдет. Беру спонжик и наношу. Блин, такое ощущение, что я себе просто чем-то бью. И он очень много забирает себе. Так, ладно. Попробуем приноровиться еще. Мне все-таки кажется, что действительно вот этот спонжик, я даже на него нажимаю, и он выдает много-много тональной основы. Он ее прям съедает. Честно говоря, вот тональная основа мне по ощущениям нравится. А вот как наносит спонжик, что-то не очень. Может быть, мне кажется, им будет хорошо наносить там тут же... Я не знаю, что можно. Ну, наверное, да, скульптурирование. Вот у меня есть кремовые продукты, те же румяна, что-нибудь такое. Но просто на тональную основу, я не знаю, может, конечно, другую какую-то нужно будет взять. Так, сейчас я давайте на вторую сторону нанесу, чтобы уже здесь как раз много всяких проблем, чтобы было... Оп, зеркало передвину. Чтобы было более нам с вами понятно. И у меня есть какая-нибудь, ну, немножечко кисть. Возьму сейчас я кисть. Я просто хочу... Смотрите сразу, какое другое совершенно покрытие. Вот даже по границе видно. Дает кисть. Очень приятно пахнет тональный крем. Мне кажется, что некоторым не понравится отдушка, потому что знаю большое количество людей, которым не нравится, в принципе, в косметике отдушка. Здесь я прям чувствую на лице очень приятный ягодный аромат. Мне нравится. Я за отдушку в парфюмерии. Что касается самого крема, то несмотря на то, что подложка, ну, во-первых, у меня с SPF был крем довольно-таки жирный, плюс я взяла сияющую базу. И могу сказать, что, на мой взгляд, он смотрится очень даже неплохо. Но все же это не полное покрытие. Это такая сияющая, в принципе, мне кажется, тоже база, которая просто хороша для того, чтобы скрыть какие-то неровности на коже. Она не подчеркивает поры. Она, в принципе, в них даже пока особо, хотя я вижу, начинает под глазками немножко скатываться. Но в пору вот здесь не проваливается. Только на кончике, вот здесь вот в крыльях носа, она немножко начинает скатываться. Нужно, значит, ее сразу фиксировать, потому что она такая довольно-таки неустойчивая. И это, мне кажется, будет хороший вариант для тех, у кого, в принципе, кожа в хорошем состоянии, но рассчитывать, что что-то перекроет, думаю, нет. На лето я с удовольствием, допустим, буду или сейчас даже использовать что-то подобное, но легенько, либо, наоборот, более плотной пудрой фиксировать. Ну, посмотрим. Давайте сейчас я нанесу консилер. У меня нет никакой новиночки из консилеров, поэтому Beauty Lab от Faberlic я наношу и попробую. Также он немножечко такой оранжевый. Ну, в принципе, сейчас то, что мне нужно. Его нужно сразу обязательно фиксировать, потому что иначе он сползет, он во все возможные складочки забьется. А вот, кстати, как спонжик наносит, я все экспериментирую со спонжиком, как он разнесся. Консилер мне нравится. Единственное непонятно, он его моментально скушал, хотя нет, вроде вот вижу я консилер. И консилер я всегда закрепляю из вот этой палеточки Faberlic, скульптурирующей, вот видно, наверное, оттеночек, который идет для хайлайтера, продукт. Вот я беру какую-нибудь кисть мягенькую и сразу же закрепляю. Я не могу сказать, что это прям такой самый лучший вариант, да, немножечко скукоживает так мою кожу, но, тем не менее, это лучшее из всего остального, что у меня есть. Я прям немножко-немножко закрепляю. Давайте сегодня у меня не будет кремовых продуктов для лица. У меня есть две новые пудры. Одна у меня от Relu'и. Мне на 8 марта подарила подружка. Этот тон у меня 01. Это компактная матирующая пудра. Здесь 8,5 грамма. Очень такая приятная упаковка для того, чтобы носить с собой сумочки. Просто супер. Есть зеркало, есть спонжик, есть защитная, как я всегда говорю, мембранка, да, чтобы не пачкалось все вокруг. И так как я уже ей пользовалась, собственно говоря, вот так вот, наверное, вот так будет видно, выглядит сама пудра. Она очень такая меловая, но в то же время она как сатиновая. Вот я ее наношу, пальчиком провожу, и она сразу, знаете, становится такой очень мягкой, сатиновая, но она слишком плотная. И, допустим, когда вот тональная основа наподобие той, что сейчас, то есть с одной стороны, ну все, она не липнет, и она такая устойчивая, но все равно может прям, ну, видна будет, знаете, как будто бы пластилин я кусками вот так налепила. Поэтому, мне кажется, она хороша либо самостоятельно, либо какой-нибудь огромной кистью, просто вот по всему лицу, либо когда действительно вот уже нужно просто макияжик подправить. Поэтому в этом видео ее тестировать не будем, но буквально позавчера я была в Магнит Косметике, покупала для дома бытовые всякие продукты, увидела вот эту пудру от фирмы Эвелин. Мне тоже понравилась ее упаковка, довольно-таки такая компактная, симпатичная. И это бархатистая компактная пудра. Здесь 9 грамм. Так как вообще не было там никаких оттенков, ну, кстати, она вот так вот заляпывается. Тестеров я имею в виду, я, конечно, взяла, что было. Также здесь есть зеркало, здесь есть пуховочка, ну, здесь уже не защитная мембранка, а такая, можно сказать, пленочка. Я вчера воспользовалась этой пудрой, и мне она понравилась. Она тоже так пылит довольно-таки сильно, то есть, когда кистью я провожу, давайте я начну наносить, возьму кисть от Фаберлик. Я пользуюсь, девчонки, реально только вот этой кистью сейчас для пудры. Ну, и просто, чтобы вы понимали, вот, видите, я один раз буквально прикасаюсь, и всё разлетается. Ну, давайте, всё же я сейчас такими... Она лёгкая, она... Мне нравится запах, ну, вот она вся сыплется, правда, вокруг меня. Мне нравится запах косметики Эвелин. Особенно я поняла, я понюхала их различные пудры, которые там были, что, ну, вообще прям какой-то он... Он мне напоминает почему-то детство. Я не знаю даже почему. И она на лице тоже немножко заметна. Она заметна, знаете, как на волоска, что нанесли. Так, ну, её нужно прям встряхивать. Так, на лоб. Мне кажется, она быстро израсходуется, но такая, как вариант лёгкой фиксации. Вот, кстати, консилер у меня прям очень сильно подскатался почему-то под глазами. Я им давно не пользовалась. Я думаю, может быть, он пропал, хотя ему где-то год. Нужно проверить. Я сейчас вот пудрой подправила тоже. Слушайте, ну чёлка, ну как тяжело блогеру видео с чёлкой. Я не знаю, мне очень тяжело. Но вот видно, что всё же все мои несовершенства, они вот, видите, вот у меня здесь такое небольшое пигментное пятнышко. Вот пигментные пятна. Они все видны. Всё, я не хочу сильно наносить пудру. Ну, как уж есть. Ну, по таким... Всё-таки она мне больше нравится, чем... Вот если вот так вот прям пальчиком куда-то... А ну-ка, я хочу посмотреть, наносить. Можно прям перекрыть какие-то несовершенства, и в то же время она не будет видна. Вот я думаю, что в сумочку с собой у меня как раз-таки пойдёт пудра от Evelyn. Если пользовались, напишите. У них есть ещё в круглых упаковках. Мне интересно, как вам понравились или нет. Мне хочется побольше тестировать именно, вы знаете, вот такой вот какой-то бюджетной косметики. Следующее, что у меня будет. Я хочу нанести хайлайтер. Это тоже мне дарила подружка. Это Reluie, и у меня 0,2 оттенок. Вот в такой же упаковке у них есть скульптор. Просто потрясающий хайлайтер. Я уже использовала, и могу сказать, что не очень. Он мне понравился. Я кое-как могу нанести вот такой веерной кистью, но потому что он подчёркивает прям поры. Прям он сильно, я бы сказала, подчёркивает поры. И за счёт этого не так красиво смотрится на лице. Так как у меня всё-таки поры есть, и они очень даже заметны, то, ну, как бы, да, он красиво сверкает, но он где-то через 3-4 часа исчезает под ноль практически. То есть вот у одной и той же марки насколько могут быть замечательные продукты, и настолько же могут быть не столь удачные. Хотя я читала отзывы, и очень-очень многие просто обожают этот хайлайтер, но как-то у меня не срослось. Ну, смотрится симпатичненько. Давайте из вот этого скульптора возьму, люкс-визаж, и, собственно говоря, меня интересует, это очень популярный продукт, вот этот сегмент, это у меня тон 0,3. Кисть, опять-таки, не изменяю от Фаберлик для скульптурирования. И наношу. Мне, я вообще смешиваю два цвета, в принципе, из этой палеточки. Мне нравится такой лёгкий эффект, и можно наслаивать. Не пылит слишком, легко наносится, не переборщишь, то есть можно наслаивать и наслаивать постоянно до того состояния, каким вы хотите видеть своё лицо. И, как я уже сказала, самое главное, что, знаете, как те же пудры я вам показывала, всё во все стороны не разлетается. То есть вот я проводила кистью, и всё нормально. И хочу также на носик. По пудре, тональной основе, всё отлично. Беру вот такую какую-нибудь большую кисть, и просто немножко, скажем так, растушевываю, если где-то я там переборщила, потому что в зеркале порой это не видно. На дневной макияж актуально будет сделать... Кстати, когда я начинала снимать видео, у меня на губах был вот этот бальзам, который я вам рекомендовала, я его обожаю, это Loli Lips. И каждое утро, перед тем, как я сажусь делать макияж, я наношу этот бальзамчик, но я хочу нанести сегодня кое-что другое, поэтому сейчас вам не покажу. Румяна. Люкс визаж. Я хотела вот такой тон первый. Это Silk Dream. Действительно шёлковые, потрясающие румяна. Упаковочка у них такая, знаете, нехлюпенькая, абсолютно даже нормальная, насколько они видны. И я хотела такой нежный, нежный, на каждый день еле заметный цвет. Это именно то самое. Беру кисть, возьму другую и просто немножко их добавлю. Нравится мне. Так, и дальше. Я сейчас макияж глаз прям делать какой-то такой не буду. Я просто, наверное, возьму карандашик, это Faberlic, каял зелёный нанесу на слизистую. Я люблю каялать Faberlic. Они не очень устойчивые, но не вызывают никакой у меня аллергии. Пару часиков держится и всегда легко подправить. И, девочки, хочу вам показать. Взяла себе кисть, вот такую тоже от Faberlic. Это для меня новинка, для глаз. Просто я обожаю эту кисть. Я теперь только ей. Она синтетическая, ей удобно будет и базу под тени нанести. Я ей тени наношу. Просто отлично передаёт продукт и сейчас я ей воспользуюсь. Я как раз хочу немножко просто выровнять себе веком. Музыка. 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 Чуть совсем была не забыла, как обычно, я про свои брови. Я вам уже как-то показывала. Это Белор Дизайн. И у меня это вот такой гель Броу Мейкер Калор Броу Броу Кара. Как-то так называется. Тушь для бровей. Здесь очень классная, посмотрите, вот такая маленькая щёточка. Но она настолько много на себе содержит продукта и у меня цвет тёмный, что, конечно, здесь можно так сильно накосячить. Давайте уберу сейчас я. Возьму сначала щёточку прочесать. Так. У меня вообще не крашеные брови, то есть вот свои, вот такие, как вы их сейчас видите. И чтобы вы понимали, просто вот смотрите, цвет я прикасаюсь немножко и сразу это я сняла все излишки. Просто окрашивает и брови, и всё вокруг. Но я приноровилась на самом деле красить нормально. Но зеркало стоит у меня далеко и я не вижу. Поэтому я всё, всё вокруг здесь замазала. И сейчас я это уберу. Вот. Немножко оставляю сразу. Смотрите, какая разница в цвете. Потому что действительно прям насыщенный. Возьму зеркальце, наверное, поближе. Почему бы нет? цвет такой насыщенный. Классно. Вот этот гель я просто обожаю, потому что он фиксирует брови. Вот просто они устойчивы, ничего не осыпается, они в то же время, знаете, не выглядят какими-то, будто бы там куча геля. Я ничего не чувствую, но в то же время они уложены весь день. И что мне не терпится больше всего попробовать, это Берри Кис. Вот такая новиночка, помадка тоже от Фаберлик. Здесь 2 грамма. Здесь очень яркая, классная упаковка. Выкручиваем саму помаду стик. И у меня не помню, что за оттенок я взяла, я обязательно подпишу, но давайте попробуем. Ух ты! Цвет мне не знаю пока как. она такая кремовая, запаха никакого не чувствую, но я просто думала, что это будет, знаете, как блеск какой-то и понимаю, что нужен был карандаш. Не, я, конечно, всегда знала, что я криворучка в плане нанести помаду, но так криво, как я нанесла сейчас, но я даже саму себя переплюнула. Скажу честно, помаду по-человечески, ну, это нужно заново было наносить, мне так и не удалось, но цвет красивый, она кремовая, я не знаю, я читала отзывы и смотрела видео у девчонок, где видела, что говорили о нем, якобы она пляшивит, она ложится как-то неровно, ну, нет, ложится она абсолютно нормально, у нее есть, кстати, вкус, я его чувствую, привкус, он меня не напрягает, может быть, кого-то и будет напрягать, она очень такая кремовая, она легко наносится, просто я говорю, я в плане с помадами, криворучка полная, поэтому для меня вот блески, это мое все, но мне очень понравился ее дизайн, мне понравилось, как вот она выкручивается, как она наносится, да и цвет, в принципе, я думаю, мой макияж глаз другой сделать и будет очень даже неплохо, да и сейчас нормально, я как всегда начинаю к чему-то придираться, и так, сегодня, сегодня, что мы с вами попробовали и что мне понравилось или нет, что-то были прям первые впечатления, что-то я уже использовала, показала для вас, но, во-первых, хочу сказать, что все-таки спонжик я не поняла, скорее нет, чем да, и все же я куплю за почти ту же сумму Real Techniques и по крайней мере вижу толк, кисть, кисти, девочки, для глаз потрясающе, для румян, для скульптора, куда-то я ее уже делала, я вам рассказывала неоднократно и говорила, что они классные, я возьму еще, это действительно стоящие продукты, что касается вот этой новинки, мне понравилось, но с пониманием того, что это будет все же легкое покрытие, либо возможность зайти до среднего покрытия, но придется немножко попыхтеть и наслоить, ну, кстати, очень комфортно вместе вот с этой пудрой, пудра мне тоже нравится, вот я сейчас смотрю близко в зеркало, она мне в принципе ничего не подчеркивает, она симпатичненько выглядит, потом, я обожаю вот эти румяна Silk Dream, я могу их посоветовать, может быть, не в этом оттеночке, но это такой ежедневный, очень легкий, симпатичный, и даже, как вы видите, он маленько сияющий, румянец, что касается вот этой вот скульптурирующей, ну, палетки, назовем так, скульптора, обожаю, очень нравится, у меня, как я говорила, тон третий, подбирайте подходящий себе, рекомендую однозначно, вот эти блески для губ от Faberlic, просто супер, гель для бровей, тоже мне он нравится и подходит, потому что отлично фиксирует, про пудру комплимент, мы как-нибудь с вами ее обязательно протестируем, когда я докуплю, может быть, другие тональники, вообще пишите, что вы хотите, чтобы я снимала, что тестировала из бюджета, и вот я бы все же попробовала хайлайтер от Reluie, пожалуй, в другом каком-нибудь цвете, просто мне кажется, он такого все-таки крупного относительно помола, хотя, он, видите, он так и не выглядит, но, как-то, пока я к нему придираюсь, скажем так, ну, вроде бы все, поэтому на этом я заканчиваю видео, я надеюсь, что вам было интересно, я планирую, из-за, как раз-таки, вот он был каталог, но уже из следующего, этот заканчивается, 7 апреля, пятый каталог, из-за Very Very, здесь, во-первых, выходили туши, но у меня ресницы нарощенные, я не пользуюсь, но я очень хочу взять вот такой вот малиновый карандаш для глаз, не знаю, мне прям хочется его попробовать, хочется попробовать какие-нибудь, наверное, ежевичный восторг, запеченные тени, и чтобы мы с вами протестировали, вот они, кстати, губная помада Baricis, 299 рублей, ну, все-таки мне по таким вот ощущениям, даже сейчас на губах, я ее смазала, она комфортно, но, естественно, обо всем я вам расскажу позже, я хочу попробовать блески, меня смущает, здесь немножечко у блесков сама упаковка и дозатор, скажем так, но, тем не менее, тональный крем, который мы с вами тестировали, 299 рублей еще в этом каталоге, ну, лаки, опять-таки, у меня гель лак на ногтях, я беру только для педикюра, и у меня их достаточное количество, в общем-то, куча всего, всяких новинок, фаберлик впереди планеты всей, белорусскую косметику очень я полюбила, кстати, также у меня из бюджета сегодня на глазах, ну, я просто быстренько хотела чуть-чуть как-то что-то сделать, это от эльф, вот такая палеточка, тоже, кстати, неплохие тени на каждый день, если не умеете пользоваться тенями, скажем так, и в качестве основы у меня колор тату сейчас выступает в большинстве случаев, всем спасибо за просмотр, за то, что вы были со мной до новых видео, пока-пока!